Врач-уролог Я думаю, что вы, скорее всего, согласитесь со мной, что те требования, которые современный мир предъявляет к нам, к мужчинам, и те требования, которые мы сами предъявляем к себе, они, наверное, не изменились за много-много веков нашей жизни. Мужчина всегда должен был быть сильным, мужественным, должен быть стрессоустойчивым, принимать правильные решения. Фактически, если с медицинской точки зрения озвучить нашу биологическую роль мужскую, то мужчина всегда должен быть способным в условиях агрессивной среды приобретать определенные материальные ресурсы, привлекать партнеров противоположного пола и обеспечить максимальную передачу своих генов, как и много-много миллионов лет назад. И, конечно, для этого нам нужны определенные качества. Основная часть здесь перечислена. Это как раз те самые качества, которые позволяют нам выполнять свою биологическую роль. И есть один замечательный источник энергии, который, с одной стороны, даёт нам все эти качества, а с другой стороны, он побуждает нас быть такими и побуждает нас конкурировать. Если слово «побуждаю» произнести на древнегреческом, вы знаете, что все медицинские термины, как правило, произошли из древнегреческого или из латинского языка. Так вот, если «побуждаю» произнести на древнегреческом, получится слово «гормон». Вот таким вот побуждающим гормоном является мужской половой гормон тестостерон. Почему половой? Потому что продукция этого гормона различается у мужчин и у женщин. У нас у мужчин его много, а у женщин, к счастью, его мало. Почему к счастью? Потому что иначе нам бы пришлось ещё с женщинами конкурировать. И мы бы этого, наверное, не перенесли. И вырабатывается этот гормон мужскими яичками или тестикулами, как сейчас принято так говорить. Вырабатывается он под влиянием двух отделов головного мозга — гипофиз и гипоталямус. Но когда я еду по МКАДу, я смотрю иногда на обгоняющих меня мужчин и начинаю сомневаться в том, что тестостерон всё-таки регулируется головным мозгом. Но вот учёные говорят, что это так, учёным надо верить, поэтому будем говорить, что всё-таки регулируется выработка тестостерона головным мозгом. На что я хочу обратить ваше внимание? На то, что тестостерон, как и гормон стресса, кортизол, вырабатывается из единого сырья. Фактически единым предшественником многих гормонов в организме, в том числе гормона стресса, кортизол и гормона тестостерона, является холестерин. Почему это важно? Потому что если мужчина находится в хроническом стрессе, постоянно испытывает стрессовые ситуации, ему приходится вырабатывать очень много кортизола. И холестерин, как сырьё, через ряд многих-многих биохимических реакций, начинает уходить в сторону выработки кортизола. И для тестостерона его начинает не хватать. Поэтому мужчина, находящийся в хроническом стрессе, очень часто испытывает дефицит тестостерона, что и показывают все современные статистические исследования. Я чуть позже про это скажу. И ещё одну особенность, которую я хочу упомянуть, это то, что тестостерон, мужской половой гормон, сам по себе является предшественником для женского полового гормона, эстрадиола. Тоже чуть позже нам это знание с вами пригодится, я об этом буду говорить. Те эффекты, которые оказывает гормон тестостерон на мужской организм, мы их называем физиологические эффекты, то есть те эффекты, которые он оказывает на органы и ткани, они, в общем-то, универсальны и необходимы мужчине на протяжении всей его жизни. Тестостерон напрямую управляет нашими эмоциями, настроениями, он отвечает за нашу память, отвечает за умственные способности, за поведение. Тестостерон, конечно, отвечает за мужские половые признаки, за рост волос, конечно, он отвечает и за деятельность мужских половых органов. При помощи этого гормона происходит правильное и достаточное созревание сперматозоидов, и, конечно, он отвечает за эректильную функцию, то есть за потенцию мужчины. Но самое важное, о чём я хочу сказать, это то, что тестостерон является одним из метаболических гормонов, то есть он наряду с другими гормонами, такими как инсулин, участвует в обмене веществ, причём оказывает очень мощное воздействие. Под действием тестостерона распадается жировая ткань. Тестостерон отвечает за поддержание мышечной массы, за выработку мышцы, за поддержание мышечной выносливости. Тестостерон наряду с углеводом загоняет, утилизирует глюкозу в клетке. То есть это один из основных метаболических гормонов мужского организма. Он отвечает за плотность костной ткани, он отвечает за выработку крови, за синтез белков. Поскольку сердечно-сосудистая система – это же тоже мышечная ткань, да, сердце – это мышца. В артериях у нас тоже есть мышцы, которые гонят кровь. Поэтому деятельность сердечно-сосудистой системы тоже напрямую зависит от уровня тестостерона. Вы знаете, в клетках организма есть такие инструменты, которыми наши клетки взаимодействуют с различными веществами, с молекулами. Они называются рецепторы. Ну, многие, наверное, слышали. Это как вилка и розетка, да. То есть если есть розетка на клетке, да, то туда вилка определённая подходит. Так вот, рецепторы, вилки, розетки к тестостерону есть в каждой клетке, в каждой ткани нашего организма. В печени, в селезёнке, в почках, даже в слюных железах. То есть продукция слюны у мужчин тоже каким-то образом, определённым образом, зависит от тестостерона. Мы это иногда тоже наблюдаем, да, когда мужчина смотрит на красивую женщину. Поэтому тестостерон, вот один из величайших андрологов Корузерс нашего времени, он назвал тестостерон, он сказал, что это король гормонов и гормон королей, да, вот благодаря такому всеобъемлющему действию на мужской организм. Уровень этого гормона, в общем-то, наиболее высоким находится у мужчины до 30-35 лет. Потом постепенно он начинает снижаться со скоростью 1-2% в год. Ну и такого относительно значительного уровня снижения достигает после 60-70 лет. Но дело в том, что проводя чекапы, то есть профилактические обследования мужчин у нас здесь в центре, мы отметили, что дефицит тестостерона наблюдается у каждого третьего взрослого мужчины после 30 лет. Вот каждый третий, да, из нас здесь находящихся, имеет дефицит тестостерона. Это подтверждается и различными международными исследованиями многочисленными. В наше время дефицит тестостерона у каждого третьего мужчины, независимо от возраста. Одно из исследований было сделано у нас в стране нашими коллегами из Ярославля, которые исследовали уровень тестостерона и исследовали возможные симптомы дефицита тестостерона у мужчин, которые обращались в поликлиники по самым разным причинам. Неважно, к кому, к терапевту, к кардиологу, к неврологу приходил мужчина. У всех вот в определенный период времени в каждой поликлинике исследовался уровень тестостерона. И было обнаружено, что независимо от той причины, с которой обратился мужчина к врачу, от 20 до 50% мужчин имели дефицит тестостерона. О чем это говорит? О том, что, во-первых, это не такое уж редкое явление в наше время, да? А во-вторых, ведь можно что предположить? Что дефицит тестостерона в той или иной степени участвует в развитии тех заболеваний, самых разных, с которыми мужчина приходит к врачу. То есть это очень важный вопрос в наше время, вопрос здоровья мужчины. Что происходит с мужчиной, который начинает терять тестостерон? Очень часто это абсолютно такие неспецифические, незаметные симптомы, которые развиваются из-за вдаль. Такие, как человек чувствует себя уставшим. Вот недавно мне один гость говорил, что я вот стою утром, просыпаюсь, и жене говорю, ты знаешь, я уже устал. То есть только проснулся, я уже устал. Или люди часто говорят, вот сидел целый день в офисе, такое ощущение, будто вагоны разгружал. То есть какая-то немотивированная усталость. Потеря жизненных интересов, снижение мотивации к какой-то физической активности. Человек перестаёт там участвовать в каких-то компаниях, заниматься спортом, ходить на прогулки. Становится приставкой к дивану. Вот это всё может быть ранними проявлениями дефицита тестостерона. Может нарушаться сон. С одной стороны, это бессонница, человек не может уснуть. С другой стороны, конечно, днём такой человек ходит сонливый. Ухудшается память. Причём память такая достаточно кратковременная. То есть человек помнит прекрасно стихи, которые учил в детстве. Ну скажем, какое-то мимолетное событие, которое надо быстро вспомнить, происходит заминка. Или там отчество хорошо давно знакомого человека, решил к нему обратиться, и какая-то минута нужна, чтобы почему-то вспомнить вот это отчество. Может снижаться, конечно, половое влечение. То есть на первых порах это может проявляться в некотором таком угасании интереса к половой активности. Как я уже говорил, снижается физическая активность, снижается мышечная выносливость. Человек не может, ну скажем, поднять с такой же лёгкостью вес, который он поднимал 2-3-4-5 лет назад. То есть замечает, что как-то стал несколько слабее. Поскольку, ну, все мужчины знают, я думаю, что и многие женщины тоже, что по утрам у каждого мужчины есть утренняя эрекция, когда при позыве на мочеиспускание возникает эрекция. Так вот, одним из ранних симптомов является то, что такие эрекции начинают становиться реже и пропадают. Может, конечно, меняться настроение, может развиваться раздражительность. Помните, я говорил, что на головной мозг тестостерон влияет и на наше настроение, может появляться депрессия. Я часто вижу пациентов в клиниках или вот у нас в гости, у которых мы выявляем дефицит тестостерона, и человек, скажем, уже год или полтора посещает психолога, находится там на каких-то консультациях или принимает препараты от панических атак или от депрессии. И очень часто это можно связать как раз с развитием дефицита тестостерона. Ну и, конечно, поскольку тестостерон влияет на половые органы, то может развиваться рано или поздно репильная дисфункция и бесплодие. Но самое страшное даже не вот это. Это ранние симптомы. Дело в том, что если дефицит тестостерона существует достаточно долгое время, и он не контролируется мужчиной, не восполняется, то развиваются вот такие серьёзные заболевания на фоне дефицита тестостерона. Это сахарный диабет, это гипертония, артериальное давление повышается. Это ломкость костей, то есть возникают переломы неожиданно. И такие катастрофы сердечно-сосудистые, как инфаркт и инсульты. То есть начинаться может всё с какой-то немотивированной усталости, но постепенно организм мужчины начинает рассыпаться и фактически происходит вот эти вот, я бы сказал, безобразие просто. Ну вот давайте ещё раз поговорим о причинах такого снижения тестостерона. Я уже говорил, что основной причиной является возраст. Но мы сейчас говорим о преждевременном снижении тестостерона, которое наступает у достаточно молодых и зрелых мужчин, у которых он ещё не должен наступить. Я уже говорил про стресс, что одной причиной может быть стресс. Само по себе накопление лишнего веса, то есть просто если человек накопил лишний вес, у него может снизиться продукция тестостерона. Приём алкоголя, гиподинамия, то есть низкая подвижность, снижается тонус и мышечная масса, и снижается выработка тестостерона. Приём некоторых лекарств. Каких лекарств? Сейчас очень много и очень популярно назначаются, ну, например, такие лекарства, как статины. Кардиологи очень любят их назначать, и это справедливо, потому что это очень хорошая профилактика атеросклероза, лечение атеросклероза. Но статины, которые обладают действием понижения холестерина, могут при длительном применении в достаточно больших дозах начать снижать и тестостерон. Я, конечно, не говорю ни в коем случае, что не надо мужчинам принимать статины. Надо. Но если человек долго принимает статины, он должен обязательно отслеживать уровень своего тестостерона и вовремя его восполнять, чтобы из одной крайности не уйти в другую. Обратите внимание, что я... Ну, во-первых, воспалительное заболевание кишечника, заболевание щитовидной железы, заболевание яичек, дефицит вот таких микроэлементов, как цинк, магний, бор, дефицит витамина D. Вы знаете, что сейчас витамину D очень большое значение придается и заслужено, что он отвечает за очень многие процессы в нашем организме, за иммунитет. Сейчас даже считается, что аденома предстательной железы может развиваться у мужчины, если у него есть дефицит витамина D. И доказано, что дефицит витамина D снижает уровень тестостерона. Но вот обратите внимание, что я вот эти факторы изобразил в виде таких взаимосвязанных шестеренок. Почему? Дело в том, что некоторые из этих факторов, вызывая дефицит тестостерона, сами могут раскручиваться, усугубляться этим дефицитом тестостерона. То есть они могут быть как причиной, так и следствием дефицита тестостерона. Как это работает? Ну, например, вот мужчина испытывает хронический стресс, постоянно находится в стрессе. Сам по себе стресс, я уже рассказал, вызывает дефицит тестостерона. Мы часто, чего греха отойти, стресс заедаем, а то и запиваем, накапливаем лишний вес, меньше двигаемся, начинает появляться лишний вес. Я сказал, что ожирение и лишняя жировая клетчатка – это тоже снижение уровня тестостерона. То есть это усугубляет дефицит тестостерона. Чем меньше человек движется, чем меньше у него мотивации к физической нагрузке, тем опять-таки больше может накопиться лишней жировой клетчатки. Раньше считалось, что жировая клетчатка – это просто запас питательных веществ, как горб у верблюда, только у мужчины спереди. Но дело в том, что сейчас доказано, что жировая ткань – это активная ткань. Там есть ферменты. И в частности есть такой фермент, который называется ароматаза. Вот этот фермент ароматаза чудесным образом начинает превращать у мужчины с лишним весом тестостерон мужской в женский эстрадиол. Помните, я говорил, что тестостерон – это предшественник эстрадиола. И что получается? Тестостерона и так маловато, а он ещё начинает уходить в эстрадиол, который нам совсем в таком количестве не нужен. То есть включается вот такой взаимообратный, взаимосвязанный механизм взаимосвязанных шестерёнок, из которых не всегда бывает просто вырваться без комплекса методов, без нашей помощи, без комплекса методов. Причём вот как это иногда работает, тоже и здесь мы с этим сталкиваемся. Мужчина приезжает к нам на программу, начинает хорошо терять вес, выполняет все наши рекомендации, теряет, скажем, первые 5-7 килограммов, потом к нам обращается через какое-то время и говорит, доктор, я вот всё делаю как надо, я всё использую. Но вес встал и дальше не идёт. Почему? Потому что начинает работать, выработает вот этот вот поддерживающий жировую клетчатку механизм, который не даёт, низкий уровень тестостерона не даёт мужчине дальше накопить мышцы, он не даёт ему сжечь этот лишний жир. И человек сохраняет свой вот повышенный вес, не может дальше сбросить. Когда мы подключаемся, когда мы восстанавливаем уровень тестостерона, вес опять начинает уходить вниз. А что такое нормальный уровень тестостерона? Существует очень много международных обществ, таких как эндокринологическое общество США, таких как Международное общество по изучению вопросов старения мужчин, различные европейские, американские урологические ассоциации. Вот все они проводили многочисленные исследования и в конечном итоге сошлись на том, что нормальный, вернее, наименее допустимый уровень тестостерона является 12 наномоль на литр или 3,5 нанограмм на миллилитр. У нас везде в разных лабораториях разные шкалы применяются. Вот говоря о лаборатории, о чём я хочу сразу сказать. Дело в том, что мы сейчас стали очень хорошо следить за своим здоровьем. Многие из нас часто просто сами идут и сдают анализы. Но почему бы не проверить тестостерон? Получаем уровень, и многие что делают? Чтобы не тратить время, не ходить к врачу, смотрят на эти референсные значения, которые указаны в скобках. Если укладывается, значит, можно не обращаться. Так вот, те значения, которые при гармонии тестостерон, при тестостероне указаны в скобках, это не есть норма. Это есть референсные значения, которые показывают, какой бывает в принципе тестостерон, размах тестостерона, и на какие уровни рассчитан вот тот аппарат, который определял этот тестостерон. То есть нельзя ориентироваться на эти показатели в скобках. Там, например, указано, что тестостерон может быть от 3 до 30. Так вот, независимо от тех значений в скобках, тестостерон где-то обычно находится, нормальный, наименее допустимый уровень тестостерона примерно на середине тех значений, которые указаны в скобках. Это 12 или 3,5 обычно. Это нужно учитывать, не нужно ориентироваться вот на этот размах. Что ещё нужно учитывать? Это то, что те же самые исследования, которые доказали, что при тестостероне ниже 12 развиваются вот эти вот опасные для жизни заболевания, ожирение, диабет, инфаркт, эректильная дисфункция. А те же исследования доказали, что вот эти симптомы, которые вроде бы не специфические, такие как потеря жизненной энергии, хроническая усталость, снижение полового влечения, они могут появляться у мужчины при тестостероне уже ниже 15. Что ещё нужно учитывать? Это то, что все гормоны в нашем организме подвержены так называемым циркадным ритмам. Что это означает? Это то, что утром, скажем, уровень наиболее высок, к вечеру он постепенно снижается. Так вот, если говорить о тестостероне, то у всех мужчин уровень тестостерона в среднем к вечеру снижается на 30%. Вот представьте, если утром у вас тестостерон 15, значит, вечером он у вас будет 10,5. Это уже гораздо ниже даже вот этого опасного уровня. Поэтому, когда мы здесь стараемся восстановить уровень тестостерона у мужчины, мы добиваемся уровня не меньше 18 и 20. Тогда мы понимаем, что этот мужчина защищён, и что он в течение суток имеет нормальный уровень тестостерона. Ещё есть такое понятие, как половая конституция. Но вы знаете, что есть мужчины с сильной половой конституцией, с выраженной мышечной массой, с крепкой мускулатурой, с выраженным волосяным покровом, скажем так. Есть мужчины, у которых эти признаки выражены не очень сильно или слабо. Так вот, было доказано, что мужчины с сильной половой конституцией развиваются из подростков, у которых изначально очень высокий уровень тестостерона. Ну вот представьте, если мужчина с сильной половой конституцией обратился к нам, и у него, например, тестостерон 18. Вроде бы неплохой уровень. Но если вспомнить, что этот тестостерон был в молодости у этого мужчины не меньше 36-40, то фактически это снижение в два раза. То есть мужчина с сильной половой конституцией, вроде бы с неплохим уровнем 18, может тоже испытывать симптомы андрогенодефицита, нехватки тестостерона. Поэтому, конечно, когда мы оцениваем, есть у человека андрогенодефицит или нет, мы подходим очень индивидуально к каждому. Нельзя просто посмотреть на эти цифры в скобках и сказать «А, всё окей». Есть ещё один очень хороший инструмент, современный, технологичный, который позволяет оценить с большой долей вероятности, есть у человека дефицит тестостерона или нет. Это вот такая вот портняжная лента сантиметровая. Дело в том, что современные исследования, опять-таки, доказали, что у 70% мужчин с окружностью талии больше 94 сантиметров есть недостаточность тестостерона. А если окружность талии у мужчины больше 103 сантиметров, 100% у него есть дефицит тестостерона. Я это наблюдаю очень часто. Когда я готовлюсь, когда жду, когда ко мне придёт вот-вот сейчас гость, мужчина, я открываю осмотр моего терапевта предшествующего, первичного. Там, как правило, указана окружность талии. Я уже понимаю, что если у мужчины окружность талии 130, я знаю, какие вопросы я должен ему задать и что у него надо посмотреть. То есть, чем шире талия, тем ниже тестостерон. Ну и, соответственно, чем ниже тестостерон, как мы с вами уже знаем, тем становится шире талия. Поэтому в наших программах многочисленных для разных возрастов мужчин у нас есть разные программы разного наполнения, но в них обязательно входит исследование уровня тестостерона. Причём мы исследуем не только общий тестостерон, мы исследуем ещё ряд показателей. То есть, говоря о том индивидуальном подходе, я смотрю на мужчину и вижу, что если у него есть жировая клетчатка, повышенное количество жировой ткани в организме, конечно, я ему назначу эстрадиол, потому что у него может быть повышена активность ароматазы. И я буду восстанавливать ему тестостерон и фактически подливать масло в топку по выработке эстрадиола. То есть нам нужно вначале будет заблокировать вот этот фермент ароматазу, и тогда мы будем повышать тестостерон и не будем повышать уровень эстрадиола. Есть ещё ряд показателей, таких как свободный тестостерон. Это наиболее активная часть общего тестостерона. Мы всегда тоже сравниваем это с нефтью для простоты, что есть нефть, есть бензин, керосин – наиболее лёгкие, самые активные фракции. То есть нефти может быть много, но она сланцевая. Так вот, может такая ситуация быть, что тестостерон – это достаточное количество, но там очень мало фракций вот этих свободного тестостерона. То есть этот тестостерон, он весь неактивный. Это тоже надо учитывать. Что делать, если у мужчины снизился уровень тестостерона? Надо его поднять. Как его надо поднимать? Ну, понятно, я всё время говорю «стресс», «стресс», то есть это одна из самых частых причин. Конечно, надо снизить уровень стресса. Ну, то есть вот сделать то, что сделали все мужчины, которые к нам приехали. Нужно периодически выбирать время и проводить себе релакс, то есть проводить какой-то отдых, восстановление организма. У нас это сочетается, конечно, с комплексом аппаратных методик, с комплексом мануальных методик, с комплексом нутритивной поддержки, то есть восстановление баланса микроэлементов, витаминов. Конечно, всё это помогает и снизить стресс, и вывести лишние ненужные вещества из организма. И, конечно, это позволяет восстановить нормальную жизнедеятельность многих органов и систем, в том числе и уровень тестостерона. Поскольку я всё время говорю про жировую клетчатку, то, конечно, само по себе снижение веса тоже позволяет повысить уровень тестостерона. Причём было доказано, что если человек снизит свою массу тела на 15% за счёт жира, это уже может поднять уровень тестостерона на 8 единиц. Ну, представьте, тот самый мужчина опять, который к нам обратился, у него тестостерон 12, у него лишних 15 килограммов жира, он похудел с помощью Майер-терапии, снизил вес на 15 килограммов, и у него тестостерон уже может стать 20. То есть был 12, станет 20. Уже это может поднять ему тестостерон. Чего лучше, чего ещё желать? Физическая нагрузка. Физическая нагрузка, ну, в первую очередь, она воспринимается опять-таки как один из элементов, который помогает сбросить вес. Ну, всё правильно. У нас в организме всё очень просто. Есть калории, которые к нам поступают, есть калории, которые мы сжигаем. Если поступает больше, чем мы сжигаем, мы накапливаем вес. Если поступает меньше, чем мы сжигаем, то, соответственно, вес будет уходить. Причём независимо, в общем, честно говоря, независимо от той диеты, на которой вы сидите. Было такое исследование проведено, и неоднократно оно потом повторялось. В Америке один учитель биологии посчитал свои калории и посчитал, сколько ему нужно калорий в день, и эти калории он потреблял в виде гамбургеров из Макдональдса. И он похудел на гамбургерах из Макдональдса. И потом очень многие повторяли эти исследования. То есть просто испытывая дефицит калорий, фактически неважно, что ты ешь. Понятно, что это будет нездоровая диета. Понятно, что она будет глубоко отличаться от нашей диеты. То есть она будет засорять ваш организм. Но похудеть вы похудеете. Поэтому физическая нагрузка помогает нам сбросить вес. Но было доказано, что сама по себе физическая нагрузка и мышечная работа повышает уровень тестостерона. Причём должны работать большие группы мышц. Грудные, широчайшие бёдра, отжимания, подтягивания, приседания. С другой стороны, сейчас, правда, появились новые исследования. В том числе у нас они выполняются. Это генетические исследования, которые могут сказать, за счёт каких упражнений именно вам лучше всего будет сбрасывать вес и повышать уровень тестостерона. Потому что кому-то нужны упражнения высокой интенсивности, взрывная нагрузка, кому-то нужны длительные походы, длительные пробежки. Но вот в любом случае мышцы должны работать. Было тоже очень много исследований на эту тему. И вот одно интересное исследование я хочу привести. 83 человека, 83 мужчины заставляли рубить дрова в течение часа. Измеряли уровень тестостерона до, ну и у тех, кто выжил, измеряли тестостерон после. И вот у всех мужчин было доказано, что уровень тестостерона после часа рубки дров повысился в среднем на 48%. То есть в полтора раза вырос уровень тестостерона просто от одной колки дров. Соответственно, если мы хотим быть мужественными, как финские лесорубы, мы должны не только отрастить бороду, как сейчас модно, но надо заниматься физической нагрузкой. Диетические факторы. Я уже, помните, говорил в самом начале, что есть микроэлементы, при нехватке которых развивается дефицит тестостерона. Такие, как бор, не надо путать с бромом. Бром — это то мифическое средство, которое якобы клали советским солдатам в пищу, чтобы снижать половую активность. Не знаю, нигде это не подтверждено, но такие слухи всегда ходили в Советском Союзе, по крайней мере. Так вот, бор — это наоборот, это как раз то, что повышает тестостерон. И его часто не хватает. Это, в общем-то, достаточно редкий элемент, как и цинк, которого очень мало вообще в природе, его мало в почве, его мало накапливают растения, и его, как правило, не хватает нам в пище. Поэтому недостаток цинка, бора, магния, витамина D начинает понижать уровень тестостерона. Поэтому, конечно, мы назначаем пищевые добавки соответствующие. Что ещё может снизить уровень тестостерона? Есть такой белок в организме, который называется ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны. Этот белок вырабатывается в нашем организме всю жизнь, с юности до старости. С возрастом его продукция начинает постепенно увеличиваться. Но есть факторы, которые резко увеличивают продукцию этого белка. В частности, нехватка цинка и, скажем, такой фактор, как дефицит сложных длинноцепочных углеводов. Мы часто сейчас используем диеты, в которых резко ограничиваем углеводы. В общем-то, это правильно. Это сейчас признано одним из основных направлений в диетологии, что надо снизить количество углеводов. Но речь идёт о быстрых углеводах. Если человек резко ограничивает сложные длинноцепочные углеводы, это может повысить продукцию вот этого вредного ГСПГ, который будет связывать свободный тестостерон. И тестостерона вам будет не хватать. Когда мы это видим, когда мы видим, что у мужчины низкий свободный тестостерон, мы ему прямо рекомендуем есть длинные углеводы. Ну что такое? Это гречка наша любимая, киноа, это итальянская паста из твёрдых сортов пшеницы, слюна пошла. Вот примерно вот такие продукты нужно, чтобы не вызвать повышение уровня ГСПГ. Понятно, что это не надо есть каждый день, а одна-две порции, один-два раза в неделю, но это нужно, чтобы поступало в организм. Конечно, надо исключить приём алкоголя, этого прекрасного продукта, который мы все любим. Тем не менее, этот продукт повышает ГСПГ и тоже может снижать уровень тестостерона. И витамин D, про который я уже говорил, ещё раз хочу к нему вернуться. То есть доказано сейчас тоже, опять-таки, на международном уровне, многочисленными исследованиями, что всё население, которое живёт выше 35-й параллели, обязательно испытывает в течение своей жизни, начиная с детства, дефицит витамина D. Что такое 35-я параллель? Это Африка, Египет. То есть все, кто живёт выше, нам всем не хватает витамина D. Мы должны его постоянно получать и поддерживать этот уровень. К сожалению, не всегда все эти методики работают. Почему они не всегда работают? Ну, я уже говорил, да, вот эти вот взаимосвязанные шестерёнки, которые друг друга раскручивают, поддерживают и не дают человеку накопить мышечную массу, поднять уровень тестостерона, сжечь лишний жир. То есть надо как-то разомкнуть этот механизм, разорвать эти шестерёнки, предотвратить вот это вращение, дать человеку возможность собраться силами и стать здоровым. И для этого есть заместительная гормональная терапия. Что это такое? Ну, фактически мы в организм вводим искусственный тестостерон, который идентичен биологическому естественному тестостерону. Есть разные пути его введения. В нашей стране в основном это два. Это гель, который нужно наносить на кожу каждый день, он очень быстро всасывается. И есть инъекция, которая выполняется буквально раз в три месяца. Что это нам даёт? Мы сразу резко повышаем уровень тестостерона в организме мужчины. Мы повышаем его физическую активность. Мы даём ему возможность восстановить функцию органов и систем, отрегулировать давление, отрегулировать уровень сахара крови, повысить свою мышечную массу, сжечь дополнительное количество жировой клетчатки. И это как бы позволяет запустить организм в сторону оздоровления. Затем, после того, как действие этих препаратов заканчивается, обычно мы назначаем недолгие курсы, около трёх месяцев, мы начинаем стимулировать выработку собственного тестостерона в организме. За это время организм мужчин отдохнул, за это время он накопил силы, восполнил дефицит витамина D, скажем, да, восполнил дефицит микроэлементов, и это позволяет ему начать вырабатывать свой собственный тестостерон. Иногда это не удаётся, да, то есть иногда бывает так, что компенсаторные механизмы закончились, нет больше возможности у человека по возрасту, по состоянию вырабатывать свой тестостерон. Тогда эту заместительную гормональную терапию можно проводить сколь угодно долго. Безопасность её доказана при правильном назначении, при чётком контроле. Эта терапия абсолютно безопасна, не несёт с собой никаких побочных эффектов, кроме здоровья. Как сказал Женатан Свифт, все люди хотят жить долго, но никто не хочет быть старым. Так вот, я считаю, что наши методики, вот это наша комплексная методика, разработанная майор-терапевтами, которая включает вот эти вот все многочисленные процедуры и аппаратные методы, включает в себя восстановление различных гормонов организма, включает в себя восстановление тестостерона, позволяет не только улучшить качество жизни и восстановить здоровье человека, но фактически мы ведь этим самым продлеваем жизнь и продлеваем молодость. А это, в общем-то, и есть, я думаю, миссия вообще всей медицины нашей и нашего центра в частности. Вот на этой ноте я хочу закончить. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.